В Зубовополянском районе осужден местный житель, который пытался угнать Урал и гусеничную машину. Собранные отделом дознания МВД России по Зубовополянскому району доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего ранее судимого жителя села Ват Сосновка, признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей покушения на неправомерное завладение транспортным средством. В июле прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо рабочей площадки автотранспортного предприятия. Обратив внимание на стоящую гусеничную машину, он решил ее угнать, чтобы покататься. Сев в кабину, запустил двигатель и попытался начать движение, однако транспортное средство заглохло. Не желая отказываться от задуманного, мужчина пересел в находящийся рядом Урал. Несмотря на то, что грузовой автомобиль ему удалось завести, уехать он не смог, так как он также заглох. Свидетелями противоправных деяний стали подростки, которые играли неподалеку. Они незамедлительно сообщили о случившемся участковому полномоченному полиции. Мужчина был задержан. Свою вину в совершенных преступлениях он признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Житель Ульяновской области признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств на территории Мордовии. Собранные следственной частью следственного управления МВД по республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего жителя Ульяновской области, признанного виновным в совершении 51 эпизода преступления, связанного с покушением на незаконный сбыт наркотических средств группы лиц по предварительному сговору в значительном размере. Находясь в Ульяновске, обвиняемый в сети интернет вступил в переписку с неустановленным лицом, в ходе которой между ними была достигнута договоренность о совместном незаконном сбыте наркотических средств растительного происхождения на территории республики Мордовия. 20 июля мужчина приехал в Саранск, привезя с собой 86 свертков с запрещенными веществами. На следующее утро он организовал 50 закладок с марихуаной, общим весом 34 граммов. После оборудования очередного тайника он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики Мордовия. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него 35 пакетиков с наркотиками. По приговору суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с добыванием в справительной колонии строгого режима. Семья из Розаевки перевела лже-сотрудникам банка более 2 миллионов рублей. 15 января в дежурную часть отдела МВД России по Розаевскому муниципальному району обратились семья из трех человек. Они сообщили о том, что неизвестные обманным путем завладели их денежными средствами в размере 2 миллионов 247 тысяч рублей. 15 декабря прошлого года 52-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на ее имя оформляют кредит. Женщина, действуя по указанию звонившего, оформила на свое имя займ в размере 700 тысяч рублей и перевела полученную сумму на продиктованный счет. 11 января аналогичный звонок поступил 55-летнему главе семейства, который после разговора с работником того же банка перевел на якобы безопасный счет, взятый в кредит, 1 миллион 58 тысяч рублей. Спустя три дня злоумышленники связались с их 29-летним сыном. Молодой человек перечислил им оформленный в банке займ в размере 489 тысяч рублей. На следующий день потерпевшие все-таки осознали, что пострадали от действий мошенников и обратились правоохранительные органы за помощью. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В Саранске окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. О совершенном преступлении осенью прошлого года в полицию сообщила 25-летняя местная жительница. Как рассказала заявительница в 2019 году по просьбе знакомого, который, по ее словам, имел плохую кредитную историю, она приобрела для него в кредит айфон 10-й модели стоимостью 59 тысяч рублей. Молодой человек обязался исправно вносить ежемесячные платежи за него. По прошествии времени девушки стали приходить оповещение об имеющейся задолженности. Мужчина платежи не вносил и впоследствии прервал общение с потерпевшей. Осознав, что стала жертвой мошенника, местная жительница обратилась в полицию. Местонахождение обвиняемого установили сотрудники уголовного розыска. Свою вину он не отрицал. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. В республике Мордовия росгвардейцы задержали двух граждан, подозреваемых в хищении. Первый факт был зафиксирован около 11 часов утра в сетевом магазине города Рузаевка. Охранник в торговом зале заметил женщину, которая, спрятав необходимые ей товары в сумку, попыталась принести их за расчет на кассовый узел. Гражданка 1964 года рождения, проживающая в городе Рузаевка, была задержана прибывшими росгвардейцами по подозрению в хищении товаров. Еще один случай хищения был зафиксирован в сетевом магазине, расположенном по улице Батевградская. 55-летний местный житель попытался пронести мимо кассы алкогольную продукцию, но был замечен сотрудниками охраны, которые нажали тревожную кнопку. Задержанные для дальнейшего разбирательства были переданы сотрудникам полиции. Смертельное ДТП произошло в Чамзинском районе 17 января в 8 часов утра. 50-летний водитель автомашины «Лада Калина» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной «Мазда» под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП 52-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированы. ДТП 52-летний пассажир «Лады» ДТП 52-летний пассажир «Лады»